Несмотря на бушующий с начала 2020 года в мире коронавирус, компания Xiaomi активно продолжает клепать все новые модели смартфонов. Видимо, этого техногиганта уже не сможет остановить ничто. Компания уже давно сообщила о своем намерении отойти от статуса производителя бюджетников, но и их они продолжают выпускать, все кропотливее относясь к такому критерию, как качество. Но в этом ролике я познакомлю вас со смартфонами Xiaomi, как премиальными, так и бюджетными, которые заслуживают того, чтобы быть купленными в 2020 году. Приступим! В премиальном сегменте бесспорно самыми яркими являются представители 10-го поколения, которые получили сенсор камеры от Samsung на 108 мегапикселей, установленный также в самых новых Galaxy. Соответственно, они ничем не хуже S20 Ultra и всех остальных. Тем не менее, новоиспеченные флагманы Xiaomi стоят все-таки дешевле конкурентов. Что ж, Mi 10 и Mi 10 Pro. В чем, собственно, разница? Оба имеют AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюймов с поддержкой HDR10+, и частотой обновления 90 Гц. Оба работают на базе самого крутого 865 снэпа, но в чем же различие? А они в следующем. У просто Mi 10 чуть больше аккумулятор – 4780 мАч против 4,5 у Mi 10 Pro. Ну и проводная зарядка у Mi 10 на 30 Вт, а у Mi 10 Pro на целых 50. Заряжаться последней будет быстрее. Экран у Pro-версии имеет чуть больший запас яркости и лучшую передачу цветов. В общем, Mi 10 имеет самый приятный в использовании дисплей в истории Xiaomi, а Mi 10 Pro – самый-самый приятный. Главное отличие от двух флагманов в камере. Оба аппарата получили главные модули от Samsung на 108 мегапикселей, но у Pro-версии есть еще и лазерный автофокус, более качественная оптика, да и вспомогательный набор камер куда серьезнее. А еще и десятикратный оптический зум. В общем, камера у Mi 10 Pro очень крутая, что подтверждается второй позиция в списке DxOMark после Huawei P40 Pro. Еще оба смартфона имеют беспроводную зарядку на 30 Вт, обратную зарядку на 10, позволяющую питать другие устройства, вроде беспроводных наушников. Детальные же характеристики я постарался изложить на экране. Mi 10 и Mi 10 Pro – это топовые смартфоны на сегодня, у которых практически нет конкурентов. Pro – это выбор тех, кому нужно лучшее, и он готов переплатить за то, что возможно никогда ему не пригодится, а Mi 10 для тех, кто хочет современный флагман по рациональной цене. В общем, ссылки на оба этих смартфона в описании, ровно как и на все остальные смартфоны из выпуска. Приобрести их пока что можно только на Али, но возможно, что на момент просмотра этого видео вами они уже приехали в магазины вашей страны или вашего города. Ведь не каждый согласен ждать по 2-3 недели смартфона с Китая, платить таможенный сбор, если вдруг не повезет, а еще гарантия магазина – весомый плюс для покупки смартфона у себя. Ну а найти самую привлекательную цену и надежного продавца поможет Е-каталог. Вбиваете в поиски нужную модель, либо подбираете ее по параметрам в подборе смартфонов по ссылке в описании, открываете и смотрите всю информацию, которая только может быть. Тут все, что вам нужно. Список магазинов с ценами и рейтингом их доверия, подробные характеристики, фото и видеообзоры, отзывы, классные 3D-модели и очень удобные формы для сравнения продуктов. В общем, ссылка на Mi 10 и Mi 10 Pro, а также на подбор смартфонов на Е-каталог в описании. Недавно был представлен и Redmi Note 9 Pro Max, идеологический преемник Xiaomi Mi Max и прямой конкурент Samsung Galaxy M31. В прошлом году генеральный директор Xiaomi Leijun подтвердил, что компания не планирует выпускать новые модели серии Mi Max, которые отличались большими экранами и аккумуляторами высокой емкости. Но затем в компании намекнули, что возродить серию Mi Max может бренд Redmi. Но любят нас китайцы поводить за нос и выдержать интригу. Как бы то ни было, Redmi Note 9 Pro Max унаследовал ключевые особенности серии Mi Max. Ему достался аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой 33-х ваттной зарядки. 50% за 30 минут. Да, у Galaxy M31 больше – 6000 мАч, но тот проигрывает с 15-ти ваттной зарядкой. Экран, как ни странно, самый большой среди всей линейки Note – 6,67 дюйма. Это IPS-панель с разрешением Full HD+. Фронтальная камера имеет целых 32 мегапикселя и врезана в центральную часть экрана, что позволило сделать устройство настолько компактным, насколько это было возможным. Первый Mi Max по габаритам был куда больше, имея при этом диагональ 6,44 дюйма. Камера включает самсунговский главный модуль с разрешением 64 мегапикселя на подмоге ширик, макрообъектив и сенсор глубины. Сканер отпечатка пальцев внедрён в кнопку питания. Спереди и сзади защитное стекло Gorilla Glass 5 в бюджетном-то устройстве, а аппаратной основой в Redmi Note 9 Pro Max выступил Qualcomm Snapdragon 720G. В Antutu он набирает даже больше среднего результата смартфона на 730-м. Что здесь ещё из приятных фишек, спросите вы? Защита от пыли и брызг P2i, вибромотор со 150-ю разными оттенками вибраций. Смартфон имеет все шансы стать бестселлером. Отличные характеристики и низкая цена обеспечивают ему лёгкий выход в лигу самых покупаемых смартфонов 2020 года. Этот аппарат вобрал в себя лучшее с рынка и продаётся при этом за доступные деньги. Однако обратите внимание, что пока что на момент выхода видео глобальной версии на рынке нет, но если она появится, то я обязательно добавлю её в описание. Чем же глобалка отличается от обычной? Если не знаете, то продолжайте смотреть ролик дальше. Про замену для серии Mi Max поговорили, отлично. Но кто же сменит нашумевший в конце прошлого года Redmi Note 8 Pro? Китайцы решили, останавливаться нельзя и выкатили новиночку. В отличие от Note 9 Pro Max, она уже появилась в продаже на Алиэкспресс и на других площадках. Дизайн немного смахивает на Huawei Mate 20. Немного радует, что теперь производители копируют не только Apple. Redmi Note 9S. Это глобальная версия представленного в Индии Redmi Note 9 Pro. Они имеют абсолютно одинаковые характеристики, но 9S уже заручился поддержкой Google сервисов, всех бендов и русским языком. Конечно, установить Google Play Store, YouTube карты и другие приложения можно и самому, но для этого нужно время и некоторое знание. А вот Redmi Note 9S уже поставляется с Google приложениями из коробки. Ничего не нужно устанавливать самостоятельно, также будут присутствовать все языки. Обратная сторона медали в том, что глобальные версии всегда стоят на 10-15% дороже от обычных, но тут уже выбор за вами. Что же ещё несёт в себе Note 9S? Такой же вырез под фронталку, как и в Максе. Спереди и сзади Gorilla Glass 5. Тот же Snap 720G по техпроцессу 8 нанометров, а это значит, что батарею процессор будет расходовать крайне бережно. Она тут такая же, как и в старшем, братья к слову. Светодиодный индикатор есть, но горит одним цветом, беспроводной изрядки тоже нет. Внезапно смартфон оснастили джеком для наушников. NFC, внимание, нет. Кто-то после этого сразу промотает видео дальше, но не спешите. Лоток не гибридный, можно воткнуть сразу две симки и карточку microSD. Главный сенсор камеры на 48 мегапикселей Samsung GM2. В помощь ему макрообъектив, портретник и ширик. В целом набор камер здесь хороший, фоткать будет достойно. Днём на уровне флагманов, а вот с ухудшением условий съёмки потихоньку будет им сливать. В Pro Max камеры лучше, а в Mi 10 и Mi 10 Pro ещё лучше. Предела совершенству не существует. А фронтальная камера на 16 мегапикселей подойдёт разве для видеосвязи? Любителям же селфи может и не зайти. В принципе 9S получился полной копией Pro Max, но тот имеет на борту лучшие камеры. Поэтому если вы готовы доложить долларов 30 за них, берите Pro Max, если нет, то ваш выбор 9S. Печально конечно, что в них нет NFC, можно сказать так, плыв-плыв, то на береге всрався. Кого-то они полностью устроят, другим же будет всё же роднее Note 8 Pro на медиатеке. На фоне девяток он ни капли не потускнел, а лишний раз доказал, что представляет из себя крайне достойный гаджет. Ссылку на этот совсем недавний бестселлер я также оставил в описании. Black Shark 3 Pro – это самый мощный игровой смартфон, выпущенный компанией Xiaomi. А может быть и самый мощный в мире. Получилось отличное продолжение второго Shark, и при этом новинка получила сразу две версии. Премиальная имеет 7,1-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц и поддержкой технологии HDR+. Разрешение экрана, сопоставимого с размером планшета, составляет 3120х1140 пикселей, то бишь 2К. В младшей версии имеем уже 6,67 дюймов при 2340х1080 или Full HD+. Интересно, что скорость отклика сенсорного слоя двух дисплеев удалось увеличить до 270 Гц, что сводит к нулю задержки в современных играх. Это лучший показатель на рынке. Внутри имеем монстра Snapdragon 865 в связке с 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти. Также компания постаралась и оснастила смартфон инновационной системой водяного охлаждения, которая снижает внутреннюю температуру на целых 10 градусов. Это позволяет свести троттлинг к нулю. В коробке лежит адаптер для быстрой зарядки на 65 Вт. Он пополнит заряд третьей акулки всего за 40 минут. Батарея здесь, кстати, на 4720 мАч у обычной версии и 5000 упрошки. Не самый выдающийся показатель на рынке, но с таким зарядным можно и простить. Вдобавок сзади есть разъем для магнитной зарядки на 18 Вт, что тоже очень удобно во время игры. Для улучшения управления у Pro-версии предназначены механические кнопки, которые выдвигаются при активации игрового режима. Предусмотрено и множество программных примочек, вроде специальной выезжающей шторки быстрых игровых настроек смартфона. А с фронтальной стороны, сверху и снизу от экрана, расположены два стереодинамика. Игрок никак их не перекроет и всегда будет находиться в центре событий. Скажите мне, что еще нужно для мобильного геймера сегодня? Кстати, забыл сказать о камерах. Состоит она тут из трех модулей, с главным на 64 мегапикселя от Samsung, фронталка на 20 мегапикселей. В общем, с этим показателем тут все ровно так же, как и в Note 9 Pro Max. Xiaomi, кстати, и здесь вспомнила про разъем для наушников. Компания учла пожелания геймеров и вернула проводной звук для более быстрого отклика. Black Shark 3, на мой взгляд, это самое красивое игровое решение на сегодня. Да и самое продвинутое, пожалуй. Mi Note 10 Pro. До недавнего времени именно этот флагманский спортфон Xiaomi занимал место лидера в рейтинге бренда, да и в целом среди прочих камерафонов. С презентацией S20 Ultra все изменилось, а теперь еще и Pro версия Mi 10. Mi Note 10 Pro оснастили матрицей на 6,47 дюймов. Это отличный представитель семейства AMOLED с загнутыми боковыми рамками. Спереди есть небольшой выступ для 32-мегапиксельной камеры, спрятанной в каплевидном вырезе. Внутри новый продвинутый процессор от Qualcomm Snapdragon 730G. Букавка «Ж» в индексе значит, что камушек оптимизирован для игр. Тактильно же и внешне Mi Note 10 Pro напоминает Huawei P30 Pro, что тоже неплохо. Премиальность налицо и никаких экспериментов. Вдобавок, девайс относится к лучшим камерафонам и позволяет использовать возможности сразу пяти сенсоров. Первый – это нашумевший самсунговский модуль на 108 мегапикселей с применением технологии склеивания 4 в 1. Для получения панорамных снимков предназначен 20-мегапиксельный сенсор с углом 117 градусов, для макрофото – 2-мегапиксельный объектив. Телефотомодуль на 5 мегапикселей стал обладателем 10-кратного оптического зума, а фокусное расстояние портретного фотомодуля составляет 50 мм при разрешении 12 мегапикселей. Кстати, фронталка тоже мгёт, она тут 32 мегапикселя. В общем, характеристики камер здесь впечатляют. Ещё одна сильная сторона аппарата – ёмкая батарейка на 5260 мАч. В связке с энергоэффективным процессором она обеспечивает завидную автономность. Смартфона будет хватать на пару дней активного использования, а скорее даже больше. В общем, Mi Note 10 и 10 Pro, отличающиеся только парой дополнительных камер, можно смело рекомендовать к покупке. Ну а я напоминаю, что актуальную цену на них и на все остальные смартфоны вы можете посмотреть на e-каталог и по ссылкам в описании. Как вы уже поняли, у компании Xiaomi крайне многообразный ассортимент в разных сегментах. И в бюджетном, и в премиальном можно найти игровые, защищённые, простенькие модели для практичных пользователей и крайне производительные устройства, которые ещё долго будут оставаться актуальными. Я постарался отобрать для вас самое интересное, а в описании даже несколько расширил этот список. Если же не знаете, какой купить смартфон, то мой вам совет – сразу отталкивайтесь от своих интересов и только потом анализируйте рынок. В любом случае, 2020 год ещё продолжается. Ждём очередных новинок. Уверен, что разработчики компании смогут впечатлить нас ещё неоднократно. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и до встречи в следующем выпуске.